Приветствую вас, друзья! У нас будет в субботу вебинар в 20 часов. На этом вебинаре я дам уникальный контент и, как всегда, новые приёмы. Более точно говоря, алгоритм, с помощью которого можно найти соответствие между действиями и состоянием. Эту синхронизацию. И две игровые техники я дам. Это удивительные вещи, их раньше никогда в мире не было. Я это создал, наблюдая за собой много лет, наблюдая за людей в экстремальных ситуациях, ситуациях, которые я выводил из этого стресса. И с вами поделюсь. Я уже поделился со многими своими близкими друзьями. Им это очень-очень нравится. Я тогда решил поделиться со всеми. И с вами, конечно, мои друзья. А как же? Так вот там две игровые техники. Удивительные. Сейчас же все говорят в мире, психологи, как важно взрослому человеку побыть ребёнком, поиграть там и так далее. А здесь мы играем в такую игру удивительную, которой никогда в мире не было. Это вы присматриваетесь, например, за своими любимыми собаками, за своими любимыми кошками. Что они любят делать, как они лежат, как они потягиваются, как они спят, как они бегают, как они играют. У них же полнота энергии. И у детей полно энергии. Поэтому их трудно остановить. Они всё время чем-то заняты. Так вот, чтобы открыть у себя эту энергию, а она у нас оказывается, вот слушайте внимательно, она у нас закрыта в нервномышленных зажимах, потому что мы часто делаем то, что мы не хотим делать. Мы принуждаем себя, потому что вынуждены по каким-то обстоятельствам делать не только то, что нам по душе. И тогда у нас происходят нервномышленные напряжения, нервномышленные блоки, зажимы. Ну, вы иногда и чувствуете и боль там, и ещё какую-то. Так эти зажимы бывают не только в теле, это ещё и в блоке сознания возникают. Так вот, когда вы с помощью вебинара, который будет в субботу, в 20 часов, освободите эту энергию, вы будете чувствовать себя полными этой энергией. И вы сможете чувствовать себя уверенными и в завтрашнем дне, и в решении любых вопросов, которые казались недоступными, и в тех делах, до которых руки не доходили, по той или иной причине, оно хотели сделать. И вот вы заметите, что животные-то, оказывается, это умеют делать, они спят, когда хотят спать, просыпаются, когда хотят просыпаться. Двигаются именно так. Посмотрите на лва в клетке, или на кошки, собственно, как она сидит там в вашей постели и покачивается. Ну, там много чего они умеют делать, на что мы не всегда обращаем внимание. Но когда мы поиграем в две эти игровые техники, побудь своей кошкой или своей собакой, ну, там особый алгоритм, как это сделать, и вы освобождаетесь от нервно-мышленных зажимов, у вас появляется полнота энергии, и вам становится доступно то, что раньше было недоступно. И вы решите те проблемы, которые над вами висели, как домоклов меч, о которых все время думали, как же снять этот меч, как же решить вопрос. Будь то диссертация, будь то выступление, будь то свидание, будь то помириться с другом или с ребенком поговорить. Любая проблема, которая вас волнует, вы их будете решать гораздо проще, лучше, ну, как говорится, более серьезным языком, эффективнее. Вот так, друзья. До встречи.